Депутаты Государственной Думы Цена этих выборов чрезвычайно высока. День перед выборами – день тишины, поэтому поговорим сегодня не о выборах. Поговорим на другие интересные темы и другие интересные ситуации, которые сейчас происходят. Про пенсии, а вернее про замену по закону положенной индексации на единовременную выплату в 5000 рублей. Александр Алексеевич, почему не индексация, которая положена по закону, хотя бы на уровень официальной инфляции? Почему получилось так, что наши самые незащищенные слои населения опять оказались под ударом? Очень сложный, многослойный, я бы сказал, вопрос. На самом деле, в коммерческой рекламе сегодня один из самых популярных слоганов – это «выбор есть». Но, как выясняется, выборы есть не у всех, а выборы есть у очень узкой группы людей. И, судя по всему, выборы у нас есть только у власти. Вообще, по закону, о чем любят говорить, о том, что мы живем в правовом государстве, где то, что предопределен законом, Конституцией, должно исполняться. Если не исполняется, то включаются правоохранительные органы и прокуратура, Следственный комитет, а там дальше уже и суды, выносят свои решения, постановления и в итоге веровердикты, которые приводят тех, кто уходит за рамки закона, либо в порядок заставляя их исполнять закон, либо они получают соответствующее наказание, связанное с решением свободы или не связанное с решением свободы. Но у нас слова и дела – вещи разные. Есть Конституция, живущая сама по себе, и ее достает власть только тогда, когда ей что-нибудь там выгодно продекларировать о том, что у нас все государство социальное и имеем право на образование, на бесплатную медицинскую помощь и прочие-прочие вещи. На самом деле перед нами вопиющий пример того, что в классической социально-политических науках называется диктатурой класса. Мы живем в буржуазном государстве, это диктатура буржуазии. Речь ведь о чем идет? Что такое индексация? Это необходимость государства буржуазного отдавать часть дохода, получаемые через социальные налоги, пенсионный фонд формируется из налогов на доходы граждан, имеется в виду и физических, и юридических лиц, отдавать гражданам страны по имени Россия. Это прописан на закон. Но выясняется, что доруководились таким образом, что с деньгами большая напряженка. Я уже стал общим местом, пусть простят за банальность, крылатая теперь фраза Медведева, денег нет. Хотя первоначально денег нет, это принадлежит другому, еще ельцинскому министру финансов, господину Лившицу. В 90-е годы, когда все разворовали, он тоже, так сказать, чуть ли не среди ночи просыпался, и первая фраза, когда его будили, он всем отвечал, денег нет. А здесь добавилось, денег нет, но вы держитесь. Вот то, что не индексирует, это нарушение закона. Они обязаны индексировать, обязаны даже по их ложной, лживой статистике, потому что инфляция на самом деле не те почти 13%, которые была за прошедший год, она была гораздо выше. Просто, так сказать, когда надо, они считают извращенно. Я напомню, что когда собирают, смотрят, ну инфляция это рост цен, грубо говоря, на товары, потребление. Так вот в эту корзину, которую считают в общий перечень, что подорожало, там не только находится картофель, который вот сейчас по сезону вроде подешевел, должен подешеветь. Морковь, которая тоже, ну, начали выкапывать, дешевеет. Ну, так же, так сказать, королева закусок капуста дешевеет. Туда входят бриллианты от Cartier, туда входят Мерседесы, Феррари, Ламборгини, Бентли, Роллс-Ройсы, кстати, покупка которых в России, вот я называю машины, не просто премиальных марок, это сверхдорогие машины, так называемые супер и гиперкары, есть сегодня русский язык достаточно засорен этими понятиями. Вот все это собирается в общую кучу и в целом выводится среднюю. Ну и выясняется, что всего там около 13% подорожало. Они же не считают подсолнечное масло, молоко, да, которое остается, может быть, в пакете таким же по цене, но выясняется, что на пакете, оказывается, написано, что там 50 миллилитров уже отрили. Это называется обвес, недовес, ну кто с этим считается. Вот вам пакет, аппарат настроен, разливочный. Это называется новая экономичная упаковка. Да, новая экономичная упаковка и так далее. Ну, ситуация, то есть, есть грубое нарушение закона, связанное с тем, что у них сложности с поступлением средств в бюджет. Сложности с поступлением средств в бюджет связаны с тем, что у нас обвалился, рубль обесценился, а он обвалился, потому что нефть подешевела, хотя нефть стоит достаточно дорого. И о том, что мы зависимы и жизнь граждан, и особенно граждан с фиксированными доходами, то есть тот, кто получает зарплату, постоянную пенсию, стипендию, пособие какое-либо, она напрямую зависит от бюджета. А в бюджет от нефтегазовых доходов доля сократилась, она сейчас, по официальным данным, составляет менее половины. Раньше составляло гораздо более половины, нет денег, значит надо искать другие, а другие-то источники пополнения они не искали. Кстати, о том, чтобы у нас индексировались пенсии, обманно индексировались, они всегда обманно индексировались, они всегда недоплачивали. Вот эта власть всегда недовешивала, недодавала по любому поводу, но что-то давала, обвешивала, обманывала, ну вот как на базаре, что-то делала, все равно какой-то продукт, пакет выдавала. Необходимо сейчас по оценкам, чтобы цена нефти была хотя бы 80 долларов за баррель. Вообще, какое дело нашему пенсионеру, да, или студенту до мировых цен на нефть. А сегодня за этим следят все, они прямо знают, что от этого зависит вообще, что-нибудь им довесит, или на сколько их обвесит, на сколько их обмерит, на сколько их обманут. Чтобы баланс бюджета был, нужно порядка 80. Пока перспективы нет. Мало того, все время нагнетают идею о том, что вот-вот, подождите немножко, в следующем году цены осенью пойдут на нефть вверх, там за следующий год она вернется на исходные позиции, и мы опять заживем стабильно. Но вот эта спекулятивная позиция, позиция лодерей, бездельников, которые руководят страной, она еще связана, да еще варья, она еще связана с каким моментом? Надо искать другие источники пополнения бюджета. А где их взять? Промышленность. Ладно, нефтегазовая промышленная социальность, у нас в провале, в завале. Но у нас ведь была в советские времена многоотраслевая промышленность, многоотраслевое народное хозяйство, и там тоже можно получать доходы, и часть этих доходов, даже в условиях буржуазного государства, могли бы поступать, если бы эти люди были на что-то способны, поступать в казну, а из казны были бы, так сказать, вот эти отчисления, социальные все пособия, все выплаты, о которых мы с вами говорим, но это все в завале. Официальные показатели, промышленность, промышленное производство, не только цены на нефть, упало, по-моему, на 4%. Так это официальные показатели. А если копнуть вглубь, то там выяснены цифры, как правило, гораздо более высокие. То есть у них нет этих источников. Тогда какие источники включаются? Может быть, безвыходное положение? Жить-то надо все равно сегодня, но промышленность поднимем, это надо какое-то время, месяцы, на некоторые отрасли нужны годы. Но перспектива планирования есть. Кстати, законы в Думе приняты. Вот наша фракция в Государственной Думе пробила законы и о стратегическом планировании, и о промышленной политике. Другое дело, что его не выполняется, это не финансируется. Как делать? Значит, тогда давайте искать другие внутренние резервы. А где они? Да вот на поверхности. Прежде чем перейти к этой теме, я напомню, вот сейчас на слуху у всех история, по-моему, о том, как из квартиры сотрудника Министерства внутренних дел по борьбе с коррупцией. Захарченко вывезли там машину денег, около, по-моему, 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, да? Да. Вот. А потом выяснилось, что папа у него, специалист по схемам вывода денег, банковских, якобы нашли документы еще на 300 миллионов евро. Ну, чтобы было как-то наглядно и понятно моим дорогим землякам, уважаемым избирателям, если перевести это на сумму 300 миллионов евро и 9 миллиардов, это почти два с половиной годовых бюджета города Омска. Это у одного полковника, который находился в эпицентре борьбы с коррупцией. Вы представляете себе? Так это нашли одного. Какая борьба идет? А что такое 300, более 30 миллиардов рублей? Это шестая часть от той суммы, которая требуется, допустим, на индексацию. На индексацию правительство, якобы, говорить, посчитало нужно 224 миллиарда рублей. То есть деньги, которые откопали у одного полковника, происхождение, которых он объяснить не может, законность происхождения, хватило бы с лихвой на выплаты и на индексацию всем пенсионерам, живущим за Уралом. То есть всем сибирякам, дальневосточникам, всем северянам. На все хватило бы. Так это один. Да, полковник это достаточно высокий чин и все прочее, только один полковник. А сколько у нас? Тогда вот это первое, жесточайшая коррупция, когда пресловутое дело, там, оборонсервисы, там, десяток миллиардов, там, сейчас мы говорим о 30 миллиардах, там, убежал с 5 миллиардами, там, с 10 миллиардами, там, при строительстве восточного утащили, здесь у нас местные новости вокруг мостовика, да, там полмиллиарда, там миллиард не доплатил, там, не заплатил, там, сейчас разговаривают про одного крупного у нас здесь магната второго по стоимости, он якобы 1 миллиард не доплатил налогов, то есть, даже с этих позиций и индексировать, и выплачивать можно было бы, но, конечно же, нужна индексация, что такое, так сказать, разовая выплата, во-первых, это незаконно, нигде не прописано, нигде не прописано, в законе, когда вы задаете вопрос о том, будет ли это решено, я думаю, что будет ясно 19-го, народ скажет, что устраивает его, не устраивает и так далее, будет зависеть только от этого, почему грабят или они обирают самые незащищенные, тоже однозначно на это не ответишь, я хотел бы обратить на кого, на какое внимание, обирают тех, кто не сопротивляется, раз, обирают тех, кто не верит, апатичен, не организован, вы попробуйте отнять даже у одного бизнесмена его, сказать, бизнес, будет война, будет бой, даже если он, сказать, у него пытаются отнять законно, он там что-то нарушил, раз народ согласен, молчит, безмолвствует, ну а почему не взять, помалкивает, боится, пригласили пальчиком или пообещали, ладно, мы у тебя сейчас, за прошлый год они им сколько получается, что-то мы прикидывали, в среднем 12-13 тысяч рублей должна была индексация составить, они должны были бы получить, а теперь обещают, что 1 января, уже следующего года, дадут 5 тысяч, 2,5 раза, условно говоря, в карман вам вытащили 13 тысяч и обещают только 5, но здесь и другой вопрос возникает, на 5 тысяч 1 января 2017 года ты сможешь купить то же, что ты мог купить, допустим, 1 сентября 2016 года, я очень и очень сомневаюсь, насколько я понимаю, Центробанк из последних сил изображает, вбрасывая валюту, поступают эти деньги, держит вот этот курс и придает некую устойчивость системе, почему, потому что они уже сейчас начинают искать инвесторов и так далее, банки вообще-то пухнут от денег, но они их не дают, потому что боятся разгона так называемой инфляции, боятся, что люди побегут и начнут покупать, там цены сразу взлетят, как только продавец увидит, что человек приходит с деньгами и товар пользуется спросом, он начинает задирать цены, поэтому легче всего и проще всего отбирать самых слабых, самых апатичных, ну и самых легковерных, у нас ведь в сознании людей, это как правило основная масса, мы говорим прежде всего о пенсионерах, людях, ну они внутри как-то про себя думают, ну кто же пожилого там или старого человека, у кого же рука поднимется, его, скажите, вору, это уж какой-то выродок только там грабит стариков, есть такие к сожалению, но чтобы родное государство, чтобы национальный лидер позволил обижать 40 миллионов пенсионеров да не в жизнь, позволил, позволяет и будет позволять, потому что вариант другой, тогда надо будет заставить делиться сверхдоходами незаконно нажитыми наших олигархов, тогда надо вводить прогрессивную шкалу налогов, тогда надо, чтобы деньги от нефтегазового комплекса, которая сейчас стала меньше, шли в казну напрямую, а не долю, которая оставляет по желанию хозяева Лукойла, там, сказать, Роснефти и прочее, Газпрома, но для этого нужна государственная воля, для этого нужна другая система организации экономической социальной жизни, и тогда власть должна обслуживать другие слои и социально ориентироваться не на олигархов, а на те миллионы людей, которые заработали себе спокойную старость, или те, кто учится для того, чтобы взять на свои плечи ответственность за будущее некогда великой страны, их к этому надо готовить, они на это конечно же не пойдут, и 25 лет они всем нашим и старым и малым вообще доказывают для кого, на кого, для чего они работают, поэтому повторяю, возможность того, чтобы перейти к нормальной индексации, а на самом деле к нормальной пенсии в стране есть, ведь у нас смотрите, они идут одной дорогой, когда в 92-м году, тоже 1-го января, я прошу прощения, если уже событий столько, свидетелем и, как говорится, жертвой, наверное, их участвовал был, когда Гайдар отнял накопление граждан, ну, Гайдар, понятно, Ельцин, Гайдар отняли накопление граждан, он ведь что, по сегодняшним меркам, это можно сказать, что в значительной степени это были те самые пенсионные накопления, люди получали пенсию и еще откладывал там себе на всякие нужды, и было там, скажем, 250-300 миллиардов советских рублей, это миллионов 400 долларов, миллиардов, простите, 400 долларов, сумма колоссальная, а сегодня, если покупательную способность, это фантастическая, отняли, сегодня уже накопить столько не смогли, но накопительную часть пенсии опять-то замораживают, то есть они не могут, они ничего не могут, кроме того, как отнимать, а отнимать у кого? У тех, кто молчит, мало того, у тех, у кого они, их опять, на их поддержку надеются, поэтому, я уже не раз это говорил, повторяю, не случайно, власть всегда благодарит ветеранов за понимание, поддержку, наверное, хороший очень человек, Баба Зина, которая желала президенту на последней, там, встрече, широкой встрече с общественностью, там, успехов и все прочее, вот на то, что вот эти Бабы Зины, Бабы Зины все стерпят, совсем согласятся, а 1 января им скажут, ну, потерпите, родные, 5 тысяч не получится, ну, дадим по частям в течение квартала или по особому графику, а скорее всего, это будут обесцененные деньги, если их вообще дадут, так что, вполне, вполне могут продолжить эту жизнь, но это зависит от позиции народа, как только люди поймут, что это от них зависит, от того, как они относятся к власти, так власть будет относиться к ним, как только они начнут власть брать за одно место, вот, она станет сразу, сразу другой, и действует по-другому, и поймет, на чьей стороне сила, а пока молчим, соглашаемся, получаем то, что получаем. И еще вопрос про пенсии, вернее, про пенсионную реформу, которую нам готовит правительство. Все чиновничи СМИ каждый день нам утверждают, что жить мы стали лучше, жить мы стали дольше, поэтому нужно увеличить возраст выхода на пенсию. Как вы думаете, пойдет правительство на такой непопулярный шаг? Это станет ясно 19 сентября. То, что, так сказать, линию, которую правительство проводит, однозначно говорит, они не могут развивать экономику, возрастать Россию, получать деньги от роста экономики нормальным, законным путем, не за счет нефтяных спекуляций, там, прыжков и так далее, вот, поэтому у них какой выход? Приходит человек, мужчина 60 лет, а кто-то, там, сказать, по горячей сетке работал в особых условиях, женщина в 55 лет, а кто-то раньше, там, сказать, с учетом других факторов, я заработала, отдавайте мне пенсию. Симптомы того, что они не справляются, уже давно идут, и сейчас вбрасывают сознание. Ну, что вы, на Западе же там, допустим, есть возраст выхода на пенсию, 65 лет, 70, почти 70 лет, есть и такие страны. Дорогие мои, это другие страны, это другие условия жизни, это другая история, это другая биография, я имею в виду, жизненная, у конкретного человека. Мы живем в стране огромной, в суровом климате, в тяжелых, в общем-то, условиях, которые требуют многих затрат человеческих сил, и, конечно же, наш человек, извините меня, изнашивается и морально, и физически раньше. Чего-то мы не видим, чтобы на широкие просторы нашей Родины рвались, там, толпы европейцев, или даже те сегодня бегущие из стран Магриба, в Северной Африке, из горячих точек, там, где запрещенное в России исламское государство действует, чтобы они бежали в Россию, они через Россию пытаются проникнуть в Норвегию или Финляндию, что-то не бегут. Почему? Или даже наши приезжающие сюда на заработки граждане Советского Союза из бывших советских республик, они приезжают сюда вахтовым методом поработать, заработать и вернуться в отчий край. Это что-то, если у нас так хорошо. Да, логичный вопрос, логичный. Значит, ситуация простая, нас обманывают, нас обманывают, здоровье нации в целом стало хуже, хуже по определению, потому что даже в небогатые послевоенные годы, когда, ну, так скажем, ассортимент или меню питания человека, советского человека было небогатым, но оно было чистым, добросовье, оно экологически было чистым. Мы ели нормальные натуральные продукты. Сегодня выросло поколение, которое кормили, даже Богу, наверное, это неизвестно, но Бога-то нет, вот, неизвестно, чего там напичкали, и какие будут последствия, генетические и другие, и они там говорят о продолжительности жизни. Вы вот, вы посмотрите на кладбище, особенно кладбище, которое вновь открывается, посмотрите на надгробные кресты там или памятники и даты рождения и даты смерти людей. О чем болтают? Врут, конечно же, им одно оправдать надо, они не хотят платить. Для них идеальная ситуация так, ну, для буржуи, для капиталистов в чем? Человек работает, он рабочая сила, он создает самые, откуда берется капитал, прибавочную стоимость, вот, пока он может это создавать, он нужен, а им желательно было так, что как только он перестал быть трудоспособным, его бы сразу вперед ногами уносили на эти отведенные места. Крематорий строить не хотят, потому что это еще дорогостоящее, неизвестно, как быстро окупается это дело. Поэтому, ну, сказать, никакого улучшения здоровья, жизни нет, потому что для того, чтобы это произошло, должен быть, повыситься уровень жизни, а он не повысит. Нет, это первое, уровень жизни, то есть у нас доходы выросли, мы, скажем, можем, а второе, качество жизни, то есть что мы потребляем, как изменились наши жилища, как изменилось, так сказать, место работы наше, как изменилась, ну, в общем-то окружающая среда, в которой мы живем, а мы что, здесь можем поставить плюсики, это все изменилось к лучшему? Ну, посмотрите, люди живут в ветхом жилье, где грибок, где потолки текут, и живут в таких условиях сотни и сотни тысяч. Магазины, набиты фальсифицированными на каналах правительства, показывают, что нас кормят, в общем-то, отравой, с непредсказуемыми последствиями по уровню вредности, я имею в виду, не по пользе для человека, а по уровню вредности. И на этом фоне делать такие заявления, ну, конечно, это вранье, это ложь, но это опять подготовка людей к тому, что, да, надо работать. Так у нас ведь люди и так уже, пенсионеры, большая часть, наверное, да, ну, половина как минимум, работает. Работает не потому, что силы им позволяют и так далее, потому что пенсия, которую им выплачивают, не позволяет вести какое-то более-менее сносное существование, чтобы уйти от скотского выживания, вот он идет через силу, ковыляет на эту службу, ищет работу, и получает еще копейки, потому что хозяин, где он служит, знает, что ему деваться некуда, и он может ему платить по самой нижней планке. А сколько людей, сказать, вынуждены эти деньги получать по схемам, а значит, нет отчислений налоговой системы в соответствующие фонды, все это имеет место быть, и на этом фоне они говорят, что все хорошо, будем повышать, будут повышать, будут, но решение это будет принято 19 числа, стратегически, а потом это должна будет узаканивать Государственная Дума, от ее состава будет и зависеть решение. В каком возрасте мы выйдем на пенсию. И вообще, сказать, работа будет дальше, при такой власти пожизненно, работа пожизненно, вот, или тебя там сдавать будут, есть немало, на Западе уже вышло всяких фильмов, что делали с людьми, которые перестали быть с точки зрения диктаторов, а у нас диктатура олигархов, полезным обществу, да, их отправляют на утилизацию. Я никого не хочу пугать, это, как говорится, из области фантастики, но, к сожалению, многое, то, что нам еще 10-20 лет назад казалось фантастичным, становится повседневной реальностью, стучащейся в двери каждого дома, каждой семьи. Министерство финансов начинает нас потихоньку готовить к повышению налогов. Как обычно, это делается небольшими порциями, поэтапно, через различные средства массовой информации. Мы уже и так обнищали, с нас уже взять нечего. Как вы думаете, повысят налоги? Окончательный ответ на этот будет дан 19-го числа. Опять вариант. Вы не улыбайтесь, потому что на самом деле это так. Первое, на что я хочу обратить внимание. Сейчас там много спорят по поводу плоской, но спорят немного, потому что власть-то не дает официальные каналы, там шибко не разгуляешься, там у них одна задача защитить карманы олигархов. Для этого СМИ существует. Плоская шкала или прогрессивная шкала налогов. Я обращаю внимание на другое. По-моему, даже в этом году или в конце прошлого года, нет, в этом все-таки году, в начале этого года, по-моему, в Питере проходил крупный международный слет, назовем это так, представителей налоговых служб мира. То есть налоговики съехались и проводили конференцию, показывали системы, методы, каким образом они собирают налоги, как ведется учет и прочее, прочее. И меня почти порадовало бы, хотя, думаю, многие мои сограждане с ними согласятся, что, во всяком случае, официальные заявления, которые делались, пошли этого, что российская система, механизм службы, не налоговая система, а налоговики, как специалисты и как система организации, структура, связи, инфраструктура, учета, базы данных, сервера, которые чем им наполнены, отслеживание этих потоков, она была призвана чуть ли не эталонной, то есть чуть ли не лучшей в мире. Вот для меня, как гражданина, который здесь живет и которому вешивают лапшу на уши о том, что нет денег, кризис, потерпите, денег нет, но вы терпите и так далее. Ребята, здесь мы провели спецоперацию, поймали полковника, у которого там три КАМАЗа валюты вывозили из квартиры. Ладно, это спецоперация, как это работает, как правило, ФСБ, спецслужбы и так далее. Но если у вас такая система, то вы очень легко в соответствии с действующим российским законодательством, даже при этой плоской шкале могли бы собирать, собираемость увеличивали. Но когда нам говорят, что ну ладно, плоская шкала, народ обнищал, совершенно верно, обнищал. Из него, конечно, будут шкуру снимать, потому что, ну а что, он молчит, терпит. Бензин подняли, цены акциза, платье, ну куда делать, ехать надо. Через косвенные признаки, платоны и все прочее, ну пошумели, пошумели, опять терпят. Говорят, что как только мы перейдем на прогрессивную шкалу, то сразу снизится собираемость налогов. Ну вы же, ребята, врете. Вы создали эталонную в мире систему контроля за доходами, а значит сборы налогов раз. Во-вторых, мы предлагаем, что для людей с низкими доходами их вообще от налогов освободить. Это проекты такие в Думу вносились. Поэтому брать налоги с тех по возрастающим, у кого доходы становятся серьезными. А нет. А почему? Да потому, что вот эти сверхбогатые это их власть. А налоговики эталонные российские, они должны обирать всю, извините меня, эту мелочь, бизнес мелочь, у кого там средний бизнес, малый бизнес, извините меня, и не пускать этих бабушек торговать своими, так сказать, огурцами и помидорами у дороги, потому что они, видите ли, там, сказать, незаконном месте и прочее. Можно подумать, что той грязью, которую кормят, привозя его под видом отечественного продукта в наши супермаркеты, хотя на самом деле все это как было из-за границы, только нашли обходные маневры, так и шло. Поэтому налоги повышать будут. Выходить из кризиса господствующий класс всегда, во все времена, и в России тем более, всегда это делал по костям простых граждан, простого народа, молчащего, безмолвствующего, не понимающего свое значение, предназначение, не понимающего, что только его власть будет его защищать. И не понимает, что мы сегодня имеем власть буржуазии, оригархов, а точнее не просто власть, а самую жесткую ее форму, диктатуру, которая даже когда обшита демократичными вроде бы законами, на самом деле это мишура, вот мы говорили с вами на примере с индексацией пенсии, ну ладно, такая дурацкая пенсионная система, не дурацкая, воровская система создана, ну есть хотя бы индексация, хоть занавеска это, ну как только им надо, они эту занавеску сдернули, выясняется, что ничего нет, никаких индексаций не будет, вот вам голенькая, голенькая обесцененная пенсия или там пособие, получите его, еще говорите спасибо, получил, склонил голову и поплелся свой уголок, пытаясь посчитать, каким образом закрыть эти дыры в бюджете, когда и крыша течет, и на лекарства ничего нет, и так далее, и так далее, и тому подобное, поэтому будут, если народ молчит, будут повышать, повышать до бесконечности, я бы мог рассказать немало притчей европейских и восточных, но время ограничено, не будем надоедать нашим телезрителям. Поговорим про здравоохранение. На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что медицинскую помощь неработающим гражданам нужно урезать. Она не знакома с катастрофической ситуацией, безработицы в стране, или это банально уже вот такой чиновничий цинизм? И у нас еще есть такой интересный пример, отчет Вежевитовой в Москве о том, что уровень безработицы в Омске не превышает 1%. Это вы имеете в виду нашего вице-губернатора? Да. Она в другом городе живет? Я так понимаю, что она отчиталась за область, значит, и в другую область. Может, однофамилица? Ну, а теперь по порядку. Конечно, такие высказывания бывшие комсомольские активистки, комсомолка Валентина Матвиенко, мало того, вице-премьер по социальным вопросам в свое время еще при Ельцине, человек, который возмущался в камеру о том, что губернатор Полежаев получал жалования больше, чем президент, чем Ельцин, будучи губернатором здесь, но человек, так скажем, с советской вехой в биографии, большой, она же, пусть не обижается, но не девочка по возрасту, так не будем ее обижать. Конечно, это по меньшей мере цинично выглядит. С другой стороны, наверное, говорит о том, какие изменения или трансформации происходят с человеком, который забирается на определенную высоту и который стал на службу классу эксплуататоров. была советская власть, была народовласть и все прочее, и она говорила о социальной справедливости, о том, что все должны получать по труду, что каждый должен получать бесплатное образование, здравоохранение и так далее, доступ было. Сменилась времена меняются вещи. Конечно, это цинизм. Уже сегодня люди, работающие, не могут получить нормальной пенсии. Пенсионеры тоже не могут. У нас даже с точки зрения географии катастрофическая ситуация. Вот мы говорим про Омскую область. Я вчера разговаривал со своим товарищем, она у нас в районе живет. В селе она период известный какой был перед выборами, она ходила, разносила материалы. Хозяин не привязал крупную собаку, я что назову село Сиркульский район, Аполлоновка. Крупный отселенный пункт, причем там строятся и новые по нынешним меркам современные дома, коттеджи и все прочее. Пес вырвался, а за ней хорошо, что она впереди шла, за ней шла стайка ребятишек лет двух с половиной трех. Собака вырвалась и вцепилась в нее. Очень сильно укус был, справились с задачей, это одно последствие, но другое выяснилось, что в этом крупном населенном пункте нет фельдшерска, акушерска, куда можно было обратиться за элементарной помощью. То есть даже не больница, а просто ваша папа. Представьте себе, если это травма, это взрослый человек, травма серьезная была, а если бы на ребенка, его же надо было довести, ребенку-то гораздо меньше надо было, тем более, судя по всему, барбос был. но это так, картинка с места. Ограничения. У нас и так сегодня людей выдавливают, буквально выдавливают в платную медицину. А если мы посмотрим, что при этом пенсии не индексируются, иди, дружок, плати за все процедуры. Зарплаты не растут, вот сейчас уже официальные данные известны, что в Омской области не красные посчитали, а, так сказать, со стороны эксперты посчитали, что в Омской области, несмотря на разговор о том, что у нас якобы там что-то 30 за 30 тысяч, средняя зарплата все-таки порядка больше 25 тысяч набрать не могут. Но когда мы собираем тарифы и прочие вещи на здравоохранение, а цены на лекарства? Что говорит председатель Совета Федерации? По формальным признакам третье, в иерархии государства, третье лицо. она, конечно же, озвучивает ту идею, которая ходит в верхах. Денег нет, что тогда делать? Значит, давайте будем отсекать определенную часть людей от услуг. То есть, мы, социальное государство с конституционными гарантиями доступности образования, доступности бесплатного медицинской помощи, на самом деле, она и так уже не просто ограничена, огромное количество людей, реально, формально еще написано, да, привезут, увезут, но оно уже лишено помощи. А в экстренном случае, ну, что такое, допустим, Омский район, один из кандидатов подарил там три, хотя не за свои деньги, а это деньги бюджетные, три этих газели скорой помощи. Омский район, это кольцо вокруг города миллионника, это вроде близко, но это огромное расстояние. А что говорить про наш северный район? В медицине у нас полная катастрофа. И здесь еще пытается, еще человек, который, раз она работала в ельцинские времена, когда были еще остатки 90-е годы, остатки советской инфраструктуры здравоохранения. Теперь она имеет представление, она человек, в общем-то, ну, для чиновника подготовленный надо дать должное. И она такое заявляет, или к съезде, по-моему, в какие-то арабские страны приехала, там экзотика такая у них, по-моему, нашлось Министерство счастья. И вот она приехала сюда с идеей о том, что как хорошо надо бы в России еще создавать Министерство счастья. Но счастье заключается в счастье человека начинается с чего? Вообще-то со здоровья. Вот так они организуют. Да, они, вот видите, по сути дела, они вскрывают свои дальнейшие планы на ближайшие годы. Пенсии не индексировать, пенсионный возраст повысить, работающим пенсионерам понятно ничего вообще, сказать, не платить, не доплачивать, и так далее. А это значит, что человек надо будет работать уже, если не поднимут даже на 5 лет до бесконечности, то есть на самом деле до гробовой доски, и он где-то упадет или на рабочем месте, или по дороге на работу. лучше дома. Да, налоги, цены, налоги будут расти, то есть мы с вами будем за услуги, ЖКХ, вот сейчас выясняется, слышал, вот буквально на днях передачу, значит, сейчас вводятся штрафы за, собираются ввести штрафы за плохую воду. Ну, думаю, хорошо, 300 тысяч рублей для компаний, которые поставляют воду плохую, так сказать, плохого качества, невеликие деньги, отобьют, ну, хоть что-то, наказание. Знаем, сколько у нас здесь, вот в нашем родном области, районов, которые получают техническую воду и за нее, за большие деньги. А почему, значит, жалуется одна из, видимо, руководительниц такого рода компаний-поставщиков? Ну, вы представляете себе, у нас очень дешевая, дешевая вода, она не окупается и прочие вещи. Вот я думаю, когда эта дама, допустим, меня простят, скажем, женщины, я хорошо к ним отношусь, когда она вот такие вещи мычит, вы назовите мне другую страну, которая бы имела такое количество качественной, пресной воды. И если бы было государство, оно могло, да, есть регионы, где вода плохая, она глубоко и так далее, но у нас есть регионы с уникальными водными источниками, средняя составляющая и позволяла бы эту воду делать фактически почти бесплатной. Да, даже за современную российскую копейку, которая ничего не стоит, это не советская копейка, они считают, что слишком низкие цены на эту воду. То есть, люди совсем обнаглели, они никаких других способов, кроме того, как оббирать граждан, понятно, что человек без воды жить не может, как и любое живое существо, без воды не обойдется. Вот, поэтому они эту линию будут гнуть, это к вопросу о здоровье, да, нации. А если мы стали здоровее, правильно, у них логика-то какая, мы стали здоровее, значит, надо, так сказать, лишать тех, кто, так сказать, не работает. Ну, а правильно, отчисления же, нужный фонд, платить они не могут, денег не отчисляют, но простите, они же граждане государства. И в этих условиях как они оказались? Кто виноват, что они оказались в глухой деревушке с разбитой дорогой? Вы, вы взяли власть в этой стране, вы за все и отвечать должны. Вы не справляетесь, поэтому идите и сдавайтесь, идите в монастырь, идите сразу, в места не столь отдаленные и сами, скажите, в сроки наступления, потому что вы совершили преступление против великого народа, великой страны. доверчивого народа, прямо скажем, как всякого народа, немножко желающего полегче что-то получить, на халявку что-то и так далее, вы этим воспользовались, но вы создали условия, при которых у нас происходят катастрофические, а порой необратимые процессы. Вот поэтому, когда они говорят об этом, они говорят. А что касается омского варианта с безработицей, я не знаю, как они считали, я думаю, что, наверное, при передаче информации упустили, ну, как минимум, еще цифру два, два. Хотя, наверное, могло быть и другое. У нас, у чиновников, вообще, такое извращенное сознание, они все что угодно могут сделать. Возможно, было сказано примерно так, это мое предположение, не более того, что у нас количество вакансий вакансий и количество поданных, то есть, и количество зарегистрированных на этом, всего разница, то есть, мы можем обеспечить работой всех, у нас один процент, на один процент не хватает. Друзья мои, почему люди порой не идут на работу и так далее, а кто же за такие-то деньги будет работать? Вы хотите, это опять капитализм, они хотят эксплуатировать, чтобы люди на них работали, приносили им прибыль, они бы им практически ничего не платили, и они жили бы фактически в рабском положении, то есть, за кусок хлеба, за похлебку, когда не хватает на проездной, на то, чтобы доехать до работы, то, естественно, человеку тогда легче, он меньше штаны порвет и меньше, так сказать, этих кроссовок износит. Поэтому, я думаю, это либо извращение при расчете, либо вот такой вариант, когда надо отчитаться, что у нас все замечательно, у нас настолько все замечательно, что люди, избыток рабочей силы, из Омска бежит, бежит, и бежит, бежит, мы производители рабочей силы для северов, для Европы и так далее, хотя всем же понятно, что люди бегут, не от того, что им родину не жалко, потому что здесь жить невозможно. Потому что это не родина, а мачеха. Потому что, да, хуже мачеха, злая мачеха, но ее делает власть центральная и ее, как говорится, агенты, которыми является местная власть администрации всех уровней. Вот в процессе разговора складывается впечатление, что правительство России своих же граждан поставило на грань выживания. Пенсии маленькие, здравоохранение практически уже все платное, лекарства дорогие. А что у нас не развалено? К чему ручки не прикоснутся этой власти? Все сыпется. Посмотрите на людей, на крупных, так сказать, олигарх, даже местного. Посмотрите, ведь все тоже по большому счету разоряют. Особенно, если это не касается сферы производства. На земле ли, я имею в виду аграрный сектор, сельхозяйственное производство. Возьмите промышленное производство. Да, офисы построить, сдать его в аренду, потом быть рантье, это получается. Или там еще купи-продай, что делать. Вы знаете, все именно так. Они так ставят, и они так будут ставить. Поэтому наступает пора, когда, ну есть понятие в русском языке, надо выжить эту власть. Выжить. А для этого есть способы, есть приемы, для того, чтобы, условно говоря, они проснулись, а оказывается, все, власти-то у них нет. Народ решил иначе. Я думаю, что я понятно говорю, каким методом, каким способом это можно сделать. Вот честно говоря, очень надеюсь, что терпение народа, его иллюзия, его легковерие завтра закончится. Очень хочу. За это 25 лет бьюсь, ну и сколько смогу еще буду биться. Спасибо, Александр Алексеевич. Это был акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ. Мы говорили о здравоохранении, пенсиях и государственной политике. Смотрите нашу программу, занимайте активную гражданскую позицию и до встречи на Обком ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова